В столице в эти минуты все внимание приковано к матчу Спартак-Барселона. Москвичи проигрывают 0-3. Сейчас начался второй тайм. Игра пока обходится без происшествий, на трибунах спокойно. Поведение болельщиков сегодня обсуждали на заседании российской футбольной премьер-лиги. Экстренно собраться руководители главных клубов страны заставил недавний инцидент на матче Динамо-Зенит. Разделив работу на спортивную и правоохранительную, вынесли ряд радикальных решений, которые направят в Российский футбольный союз. Обо всем подробнее расскажет Инна Чукина. Это заседание чиновники сразу назвали не только внеочередным, но и чрезвычайным. За закрытой дверью руководитель российской премьер-лиги вместе с президентами клубов больше трех часов решали только один вопрос. Как предотвратить хулиганство болельщиков? Разговоры об ужесточении наказаний для фанатов ходили давно, но сегодня были озвучены реальные решения. Продавать билеты болельщикам гостевой команды хотят только по спискам, а всем остальным по паспортам. Но и это не все. Следующая поправка в дисциплинарный регламент – это возможность дисквалификации отдельных трибун на домашние выездные матчи. Это касается фанатских трибун. Такие жесткие меры неудивительны. Месяц назад отгремел скандал из-за остановленного матча торпеды «Динамо», когда фанаты сорвали игру, еще и устроили побоище у стадиона. Торпеда тогда засчитали техническое поражение за такое поведение болельщиков, но это оказались цветочки. 17 ноября на игре «Динамо-Зенит» хулиганы навредили футболистам уже не только морально, но и физически. Из заброшенной на поле петарды пострадал вратарь Антон Шунин. Сейчас у него ожог роговицы, травматический отит, но если это еще можно вылечить, то вот психологический стресс может стать фатальным для карьеры молодого футболиста. В случае с Шуниным, конечно, может быть, даже большая роль в том, что он отказался дальше продолжить матч. Может быть, играет как раз страх перед тем, что что-то, может, там за спиной у него происходит, он не может видеть. В Махачкале и того больше. Во время игры Анжи-Ростов около стадиона услышали стрельбу. Не смог сдержать эмоции болельщик. Включат они гол. А потом резко вынул с машины. А почему вы стрелы произвели? За радость. Думали, что гол забили, да? Да. После таких историй руководители клубов сами настаивают на отсутствие зрителей на матчах. Дорого обходится такая любовь фанатов. Эксперты вообще требуют остановки чемпионата, пока не будет порядка и безопасности на трибунах. Спортсмены и тренеры чуть спокойнее. Но беспредел, конечно, шокирует всех. Я работаю тренером 20 лет, но я не помню такой истории. Если трибуны находятся так близко с полем, то надо усиливать меры безопасности и наказывать нарушителей. Болельщики от таких решений, конечно, заробтали. Из-за продажи по паспорту будут очереди. Да и вообще, не все же российские фанаты ведут себя безобразно. Посмотрите, когда российские болельщики, они одни из самых выездных, приезжают в Европу, с ними там нет никаких проблем. Они ездят за свои клубы, они ездят за сборную. И там же не говорят, что русский это единственный во всей Европе невменяемый отморозки. Нет, наоборот, к русским хорошо относятся, как к платежеспособному зрителю. Но если сегодня решали проблемы общие и глобальные, то уже на днях здесь же в стенах футбольного союза станет известна судьба злополучного матча «Зенит-Динамо». Сейчас обе команды настаивают, виноваты соперники. «Зенит» упрекают за болельщиков, а «Москвичей» за плохую безопасность стадиона. В итоге виновнику грозит техническое поражение 0-3 и большой штраф. А пока к будущему матчу «Зенит-Малага» организаторы усиливают меры безопасности. Вот и на сегодняшнем матче «Спартак-Барселона» будет дежурить 3,5 тысячи полицейских. Инна Чукина, Александр Кисловский, Татьяна Гагаринова, 5 канал, Москва.